Россияне продолжают бить не по военным объектам, а по домам украинцев. Лукашенко хочет создать совместный с Россией медиахолдинг для зомбирования населения, а собственник ЧВК Вагнера Пригожин делает все, чтобы ни один его боец, завербованный в тюрьме, не вернулся в Россию. Об этом в новом информационном часе телеканала Freedom. Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине и мире. Спасибо за доверие к нашему телеканалу. Итак, два человека погибли, шестеро получили ранения, среди них 10-летняя девочка. В результате обстрела поселка Шевченково Харьковской области. Накануне российские войска ударили по рынку в центре, где в это время были мирные жители. Горели павильоны и торговые ряды. На месте попадания обнаружены осколки и остатки ракеты С-300, которую, по данным Харьковской областной прокуратуры, захватчики выпустили с территории Белгородской области России. Вооруженные силы Украины освободили Шевченково осенью 2022-го во время контрнаступления. Военных объектов поселки нет. На протяжении суток в Харьковской области на Купенском и Лиманском направлениях враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по 16 населенным пунктам. Среди них Купенск, Кисловка, Котляровка и Крахмальная. О ситуации в Харьковской области сейчас будем говорить с Натальей Поповой, советником главы Харьковского областного совета. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Хотелось бы начать с последней информации о последствиях ударов Шевченкова. Девочка, ее судьба не дает покоя. Известно, что она была доставлена в Харьков, там была прооперирована. На сегодняшний день, на эту минуту, каково состояние малышки? Сегодня утром ее перевели уже в обычную палату из реанимации. Ее состояние стабильно, она находится в больнице вместе с мамой. Слава Богу, жизни малышки ничего не угрожает. Состояние остальных пациентов, оно разной тяжести. Есть средние, есть тяжелые, потому что помимо порезов были осколочные артения, живота были открыты, переломы. Поэтому сейчас с остальными пациентами поработать придется подольше. Но, дай Бог, все выйдут и пойдут на восстановление. Да, желаем всем скорейшего выздоровления и, конечно, этой мужественной девочке. Наташа, как на сегодняшний день, на эту минуту, выглядит оперативная информация в Харьковской области? Обстрелы и тому подобное. Была информация, что Чигуевский район был обстрелен из РСЗО. На данный момент в Харькове идет воздушная тревога, поэтому просим его, во-первых, не игнорировать. В целом обстрелы продолжаются. Сегодня ночью это были обстрелы РСЗО, как раз те населенные пункты, которые вы назвали, Двуречье, Кисловка, Купенский, Волчанский район. То есть это регулярно, это безостановочный процесс. К сожалению, слишком близко эти районы находятся к территориям наших врагов. Среди гражданского населения, помимо вот этой трагедии, которая у нас случилась в Шевченково, у нас один раненый из Двуречи, молодому человеку 43 года, он доставлен в больницу, вся необходимая помощь тоже оказана. В целом самое главное, со стороны противника все, как и прежде, стабильно. Они не наступают. Мы стоим, поэтому в регионе спокойно, насколько это возможно. Ну, не наступают, но тем не менее, наша разведка предупреждала, что возможно в замыслах врага может быть некие попытки контрнаступления. И в то же время фиксируется в Харьковском направлении активизация диверсионно-разведывательных групп врага. То есть, в общем-то, говорить о том, что будет спокойно, не приходится, к сожалению. Но пока мы об этом не говорим, именно по этой причине два дня в Харькове проходят учения и отрабатываются определенные моменты нашей службы безопасности Украины. Они об этом открыто заявили и приносят извинения местным жителям за какой-то дискомфорт, если он вызывает. Но машины проверяются, документы проверяются. И в случае, если будут выявляться люди, которые вместе с нами не смотрят в одном направлении будущего светлого Украины, а тем более хотят вредить, то, понятное дело, служба безопасности Украины сделает все необходимое в рамках закона, чтобы этих людей, собственно говоря, они больше не наносили вред нашему региону. И мы должны понимать, что ДРГ будет появляться до Дня Победы, потому что пока наши враги не оставляют планов уйти с территории, надеюсь, уйти с территории Украины, это будет постоянно. Поэтому, если открыто заявляет, например, ГУР о том, что возможны попытки какого-то контрнаступления по тому или другому направлению в Украине, то я более чем уверен, что наши военные знают гораздо больше, как и ГУР, которые озвучивают не все, и мы ко всему готовы. Но еще нужно сказать, что наши военные в режиме 24 на 7 продолжают работы по повышению обороноспособности и укреплению фортификационных сооружений вдоль границы с Российской Федерацией. То есть наши военные готовы к любым действиям стороны агрессора? По периметру всему. Зоны соприкосновения и зоны соприкосновения с Российской Федерацией. В нашем регионе однозначно. Вы уже вспоминали двуречную, декупированные поселы в Харьковской области. Там волонтеры показали буквально экстремальную раздачу гуманитарной помощи под обстрелами. В селе остается 200 человек, в том числе дети. Волонтеры сняли страшные разрушения жилых кварталов. Это воронки от ракетных ударов, обломки от российских ракет. Вот сейчас мы видим эти кадры. Остатки кассетных боеприпасов. Нужно сказать, что этот населенный пункт беспощадно обстреливают со дня освобождения. С 11 сентября тактику оккупанты не меняют. Бегут, позорно поджав хвосты, а потом обстреливают людей, которые возвращаются на деоккупированные территории. Скажите, пожалуйста, вероятно, людям предлагают покинуть эти места. Но, как и прежде, мы с вами обсуждали эту тему. Люди все же предпочитают оставаться в своих домах и никуда, наверное, уже не уедут оттуда. В принципе, не только военная администрация. Волонтеры каждый раз, когда заезжают туда, всем желающим предлагают выехать вместе с ними в безопасную зону. В Парьково расселиться в центры того же обогрева для переселенцев. Люди этого не хотят. В принципе, вот эти кадры — это еще не разрушение. В целом у нас есть много населенных пунктов, которые разрушены сильнее. У нас есть села, в которых осталось 7-6 человек. 6-7 человек. К ним приходят раз в неделю, раз в две недели, как возможно, заезжать. Они тоже под обстрелами. Но это выбор людей. Единственное, что мы можем сделать со своей стороны — поддерживать их. Потому что каждый житель нашего региона, он важен. Поэтому вот эти ребята-волонтеры, они настоящие герои. Такие выезды, они крайне опасны, потому что те территории, они еще и достаточно сильно заминированы. Вдоль дорог могут находиться снаряды. Поэтому это реальные герои. Наталья, вы знаете, мы видим каждый день эту страшную статистику, что Херсон был обстрелян за сутки порядка полсотни раз. Сумская область на днях была обстреляна до сотни и больше сотни раз. И вот в нашем эфире спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что сейчас в основном по территории приграничных районов оккупанты используют оружие террора, так называемые эти ракеты С-300. В Харьковской области ситуация такая же? Все тоже летит? В принципе, С-300, по-моему, это любимое вид оружия, которое россияне применяют против территории Харьковской области, начиная с первых, наверное, минут войны и не заканчивает. Иногда просто бывает так, что в самом Харькове включается тревога, она выключилась, люди думают, что не прилетело. У нас там в области иногда ракеты не долетают, падают леса в поля, но фактически С-300 запускаются каждый день, ну, бывает, там, несколько выходных за войну. Также РСЗО, артиллерия, то есть все виды оружия, которые могут долететь до населенных пунктов и нанести максимальный урон для местных жителей. Это террористы, которые, им безразлична участь людей, поэтому они используют все. Наташа, хотел еще уточнить, вот опять же, тот же Дворечная, Волчанск, да, Молодого, это Старосалтовская громада, населенные пункты, которые разбиты, вы сказали, где-то там сколько, 6-7 человек осталось жителей, нет никаких коммуникаций, постоянные обстрелы, в лес даже нельзя сходить за дровами, потому что все заминировано, мы об этом постоянно говорим, все-таки как эти люди выживают? Ну, давайте говорить о том, что у нас по электроснабжению достаточно на хорошие показатели мы выходим, аварийные бригады начали восстанавливать и подавать свет там в те же липцы, которые были без света с первого дня войны, это вот буквально там неделю назад как прошло, мы начали подавать свет, там инфраструктура была заминирована. Люди выживают при, в принципе, благодаря личной самоорганизации, благодаря поддержке волонтеров, благодаря субвенциям, которые пошли на наш регион, то есть выделяются субвенции, мы закупаем дрова, и люди в населенных пунктах получают дрова, благодаря которым дома в лес, вы правильно сказали, не пройти не могут. В тех же полях там находиться безопасно достаточно также сейчас нельзя. Замок губернатора, глава военной администрации нашего заявила о том, что порядка 500 тысяч гектаров необходимо на данный момент проверить на наличие взрывоопасных объектов, для того, чтобы они стали безопасными. И это с условием продолжения постоянных обстрелов. Поэтому будем заходить в зиму, уже зашли фактически вместе. Думаю, мы сможем ее преодолеть, потому что, слава богу, волонтеры не прекращают работу, заезжают в такие населенные пункты, куда не всегда удается отправить какими-то более официальными путями помощь. Поэтому вместе устоим. Да, обязательно. И по областному центру хотел спросить, и в целом по ситуации в регионе, по информации областной военной администрации, люди продолжают возвращаться в Харьков, продолжают возвращаться на деоккупированные территории. Скажите, можно ли какой-то анализ провести в соотношении, сколько уехало, сколько теперь вернулось в цифрах? Ну, если мы говорим про Харьков, здесь цифры немного разнятся. То есть, миллион сто, миллион двести на данный момент в Харькове. По-моему, на пике просаживания по нахождению местного населения в городе это было там 350 тысяч человек. Ну, то есть, в марте в Харькове, когда я ехала на машине встретить никого, ну, невозможно было встретить хотя бы машину встречную. Сейчас уже в городе пробки. Если мы говорим про деоккупированные территории, для меня хороший пример — это Изюм. До войны население 46 тысяч было. Во время оккупации порядка 15. Сейчас 21 тысяча. Но мы видим то, что часть людей после деоккупации, они уехали, полностью уехали, а некоторые вернулись. Поэтому, ну, там процентов 15-20 населенные пункты сейчас возвращаются именно в свои дома на восстановление, и возвращаются дети. Возвращается много детей. И поэтому, в целом, мы видим какой-то приток населения в регион. Но мне бы хотелось, чтобы это происходило все-таки уже весной, после зимы. Но если люди возвращаются, мы просто должны им помочь, и все. Безусловно. Спасибо вам огромное за вашу работу. Наталья Попова была в нашем эфире, советник главы Харьковского областного совета. Всего хорошего.